Привет дорогие зрители канала Манита Мания и в сегодняшнем выпуске я хочу показать вам дорогую одну копейку, которая была продана на электронных торгах Виолити. Это одна копейка 1992 года. На самом деле мне часто начали присылать фотографии одной копейки 2000 года, потому что в прошлом видео я рассказывал про редкость двух копеек 2000 года. И люди начали пересматривать, и огромное количество фотографий мне прислали в инстаграм. Спасибо большое. Друзья, к сожалению, одна копейка 2000 года не цена, разве что у вас есть вот такая одна копейка, у которой мы видим брак. Здесь нарушение соосности сторон, то есть так называемый поворот, когда на 180 градусов, может быть меньше, на 90 градусов нарушается соосность. Такая монетка стоит от 200 до 400 гривен в зависимости от спроса, от желания купить. Вот эту я покупал в районе 200 гривен, в принципе мне еще парочку предлагали. То есть после того, как в видео вирусится люди находят монеты и, собственно, присылают мне. Но я покупаю одну-две максимум, то есть мне немного не надо. Остальные все рекомендую выставлять на площадке Виолити, чтобы они там продавались. Вот и там цена до 400 гривен набиралась. А по копейке 1992 года существуют разновидности в каталоге, там где встречается разное соотношение и есть именно редкие монеты. Вот, например, сейчас я демонстрирую вам такое соотношение сторон. Монетка такая будет стоить, как видите, здесь оценили ее до 1000 гривен. Но что хочу сказать, что монета за 5000 гривен, это одна копейка, сделана в неродном металле. На Луганском станкостроительном заводе такое практиковали, делали монеты как мелких номиналов на разных заготовках. Золотых, серебряных, там это одна копейка, 10 копеек, пятерки были. Ну, конечно, на дорогой заготовке, например, на гривневой дорого стоит, да, столько золота, например, или серебра. Поэтому, если попадались какие-то монетки типа из золота, то делали номинал 1 копейка или 10 копеек. Вот, в данном случае это медная заготовка была использована и она была сейчас выставлена на аукционе, на Виолите, за 5000 гривен набрала. Она, в принципе, это такая цена, как для хулиганки, довольно интересная, потому что, во-первых, Луганского завода уже нет, оборудование все было вывезено. То есть, остались только те монетки, которые люди успели тогда сделать и они разбрелись по коллекциям. И они сейчас потихоньку как-то всплывают, потому что людям нужны деньги, определенный кризис у нас финансовый. Люди, которые остались в Донецке, в Луганске, у них нет возможности или очень сложно эти монеты как-то транспортировать, передать, чтобы выставить на аукцион. Там, понятное дело, цена на них гораздо-гораздо ниже, потому что у людей другие стоят задачи по выживанию, по переезду, там куда-то более безопасное место. Поэтому здесь они могут продаваться, скажем так, и они будут сейчас появляться. Если вы хотите наполнить свою коллекцию чем-то уникальным, интересным, я бы брал. Ну, все зависит от вашего, конечно, финансового положения, от того, сколько у вас есть денег в подушке финансовой, на какое количество промежуток времени. То есть, месяц, три месяца, полгода, год, два года. Напишите в комментариях, это тоже очень важно для себя понять, да, то есть, сколько вы денег, например, тратите в месяц, и ваша подушка умножается, например, на три месяца, на шесть месяцев, на двенадцать месяцев. Вы понимаете, что у вас есть, если вы вдруг потеряете работу или что-то пойдет не так, у вас есть определенный запас денег. И, конечно, желательно хотя бы минимум на полгода иметь такую подушку. Ну, это уже такое дело, тема финансового канала. Тут мы разговариваем про монеты, и в данном случае вот эта монетка, она, мне кажется, хорошо смотрелась бы в коллекции. Вообще, монеты из медиа, я видел и гривну, вот сейчас вы ее видите на своем экране. Они довольно прикольно, интересно смотрятся. Ну, однозначно, на последние деньги я бы не рекомендовал покупать вам монеты вот сейчас. А если есть определенный запас, и это вас наполнит, порадует, сейчас, скажем, даст энергии, сил в непростой, я бы сказал, сейчас ситуации, то почему нет? Друзья, ссылочку я на раздел оставлю в описании. И спасибо всем, кто посмотрел, спасибо всем, кто донатит канал Фартовый коллекционер, потому что реклама сейчас там не показывается, бренды сейчас экономят также, видите, на рекламе. Поэтому всем спасибо, кто поддерживает канал, подписывается, ссылка будет и на мой основной канал также в описании. Все, всем здоровья, друзья, победы Украины. Пока.